Всем привет! Вы на канале ТОП-Армия. Поведение главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова в присутствии китайского дипломата вызвало удивление. Визит замглавы МИД Китая Сунь Вейдэй в Москву на китайском спецборту стало поводом для встречи с Лавровым. Как отмечают, например, китайские СМИ, встреча министра России с представителем КНР оказалась очень необычной, так как Лавров проявил себя нестандартно. Сунь Вейду недавно посетил Москву, где провел интенсивные встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его заместителем Андреем Руденко. Хочу подчеркнуть, что члены китайской делегации были удивлены поведением Сергея Лаврова. Обычно суровый и серьезный на публике, российский министр в этот раз светился от счастья. И это стало неожиданным сюрпризом для представителей Китая, ожидавших серьезных и тяжелых обсуждений. Слухи о намерениях России взять кредиты к Китаю добавили напряжение, и, вероятно, стороны планировали обсудить этот деликатный вопрос. Когда специальный самолет Китая приземлился, Лавров словно сверкал от радости. Российский министр крепко пожал руку своему китайскому коллеге, а его лицо излучало удовлетворение. Согласно некоторым данным из различной СМИ, теплый прием Лаврова стал еще одним подтверждением прочных дружеских отношений между Россией и Китаем. В условиях давления со стороны западных стран Россия получает поддержку от Китая. Китай не выступает в роли спасителя, но готов предоставить своевременную помощь. В ходе визита в Россию Сунь Вайдун подтвердил, что КНР стремится к укреплению стратегического сотрудничества с Россией в различных областях. А как вы оцениваете необычное поведение главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова во время встречи с китайскими дипломатами? Что, по вашему мнению, могло вызвать такую радость и дружелюбие со стороны Лаврова, особенно учитывая недавние разговоры о возможном кредите от Китая? Думаете ли вы, что эти необычные моменты на встрече отражают укрепление дружеских отношений между Россией и Китаем? Жду вашего мнения в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала Туп Армии, конечно же, не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий выпуск, надо найти обязательно кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok